всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас покупки wildberries озон будет очень много интересного итак поехали еще озон вот такая вот большая это у нас с вами до экран ну-ка покажи надпись моя футболка это у нас с вами экран под ванну нельзя крис вставать на него то что ты что белый обычный белый 800 с копейками рублей нашла на озон потому что капитальный ремонт ванной предвидится не скоро а хочется пространство под ванной закрыть хочется что все все равно было красивенько и аккуратно хрупко было написано я распаковала кстати на зон проверила вроде все нормально так что сейчас будем устанавливать пока его распаковывает разбирает он кстати с ручками уголочки такие а крис не тырь вот тут на когда оторвать на скотч приклеены ручки и ножки вот они регулируемые давай малыш расщепляй говоря вам показываю долл у меня там тазик у меня там порошочек в контейнере корзина для белья у меня узкая такая тоже там длинная большая вот и вот так вот выглядит до ванну я вам не показывал собственно говоря показывать ничего но своими в дурум-дур машинка стены коврик фаберлик вот так что да ну и после вот такой вот миленький красивенький беленький прикрутили ручки по высоте вот видите какое расстояние от пола то есть ножки регулируются на обычные краны что тут как бы говорить вот и тут ручка чтобы сюда вот в бельевой отсек залезать все-то порошок все здесь ручка все как бы ездит все хорошо все отлично как знать как временный такой вариант очень даже неплохо даже не как временный слушайте можно потом обклеить всем чем хочешь да и вообще белый это универсальный цвет они все одинаковые зачем переплачивать не вижу никакого смысла поэтому вот так вот симпатичненько теперь чистенько беленько все закрыто все здорово еще одна покупочка свалберес это у нас с вами очиститель кислородный очиститель бренд free заказала сразу два килограмма потому что такое всегда надо будем с нами снова с вами чистить очищать замачивать удалять пятна и так далее смотрите у них новая упаковка сейчас открою покажу такая вот красивая стильненькая бренд free zip замочек как всегда все отлично и подробная информация для всего абсолютно для всего я знаете что хочу почистить я хочу почистить трубы хочу на кухне мы с вами уже чистили хочу в ванной в унитаз залить кипятком залить никакого не было чтобы никакие засоры не скапливались потому что он очень хорошо тоже для этой цели подходит особенно вот на кухне где скапливается жир там в раковине и так далее может быть запах из раковины тут средства прям на ура справляю еще смотрите есть такая тонкость если у вас очень очень жесткая вода прям вот совсем жесткая можно добавить немножко лимонной кислоты для ее смягчения тогда он будет работать еще эффективнее эффективнее если вдруг у вас средство не справляется да с поставленной задачей значит иметь ввиду она у вас жесткая попробуйте с лимонкой тогда я уверена что все получится открыла упаковочку внутри гранулированный порошок который не имеет абсолютно никакого запаха он безопасен можно детские бутылочки соски игрушки вещи и так далее все замачивать все очищать совершенно безвредный продукт мы будем с вами чистить сейчас покажу сначала что будем замачивать взяла маленькую чашечку у меня есть колготки эластичной ксюшки вот такие они вышли в после стирки то есть видите работ где ступни очень потемнели не свежий такой вид вот видите потемнели поэтому нужно немножко отбелить здесь еще где-то есть она измазала красной ручкой то на одной ступне тут внизу как-то у себя попало бельки колготки все-таки должны быть белыми так и крестюшки на футболка майка точнее так где у нас пятно вот спереди у нас пятно вот такое вот от еды видите коричневый футболка тоже только что после стирки это не отстиралась это она где-то посадила пюрешкой вот она коричневая вот это пятно тоже сюда кида сейчас еще похожу посмотрю поищу я люблю знаете так все набросать чтобы оптом ну во первых так экономичные средства у нас с вами расходуется еще один важный момент так нам нужно с вами столовая ложка и расход средства у нас полторы столовых ложки на литр воды у меня здесь где-то будет два литра воды поэтому я положу 3 ложки вот так и когда мы с вами что-то замачиваем или что-то хотим почистить мы не дожидаемся конца реакции не надо дождаться то есть вы заливаете кипяток и сразу бросаете вещи посуду и так далее потому что именно в момент реакции когда еще все грамотки не растворились у нас с вами идет активное выделение кислорода именно в этот момент большая часть пятен и загрязнений расщепляется не надо делать так смотрите да насыпали залили кипяток помешали подождали пока все растворится потом положить так делать не надо да в момент реакции на как только залили кипяток сразу бросаем с вами вещь тогда результат обязательно вас удивит еще средства средства бренд фри хочу почистить микроволновку смотрите вчера девчонки там что-то грели и вот так вот и и уделали даже не вчера даже наверное позавчера я не хочу все это дело очищать я знаю что перкарбонат прекрасно справится поэтому мы будем все это с вами дело в тазике сейчас отмачивать микроволновку в момент реакции когда у нас будет я прям в тазик губочка немножко окуну и вот это все дело протру я уверена что это тоже с легкостью отойдет дальше по плану чистка вот таких вот тарелочек это тарелочки детские которые прилипают к столу да и смотрите вот под этой присоской скапливается вот такая вот гадость причем мыть неудобно и в углах тоже я не хочу это дело чистить поэтому это все тоже пойдет в бренд фри по сути мы очень упрощаем себе жизнь единственное что нам нужно сделать это вскипятить воду и все погрузить в раствор и все ничего чистить тереть не надо руки целые потом вытащили и ополоснули мне безумно нравится такой метод я прям хожу подумав все набираю собираю каплю 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 потом в большой тазик погружаю и все красота есть некоторые поверхности допустим вот некоторые металлы до которые нельзя обрабатывать со средством бронфри но все подробно описано в карточке товара можно посмотреть ознакомиться там подробнейшая инструкция что как делать зачем и почему жалостка с вами пластиковым контейнером у меня есть вот такая вот крышка и здесь уже какой-то налет видите вот такой который не отмывается вот тут налет такой серый прям тоже отправиться туда в замочку не отправляются крестюшки на паильники потому что вот здесь на стыках трубок вот там вот там глубоко где неудобно чистить вот здесь где-то на поверхностях могут скапливаться всякие бяки а нам это не надо пусть очиститель поработает у нас все будет чистой стиле и стерильной трубки внутри вот как вы их почистите я не собираюсь даже голову себе ломать я все забрасываю кто-то недавно в комментариях написал как же вы детские бутылочки замачиваете с чем-то другим а что в этом такого простите ничего в этом такого не вижу средства абсолютно безопасное это во-первых во вторых все отъедает поверх на поверхности плавает грязь дальше мы все споласкиваем не могу понять что вас так удивило но не делайте так замачивайте в разных емкостях пожалуйста а я делала всегда так и делать буду дальше у нас с вами все сразу зайдем пока воды много накипятила унитаз смотрите я несколько ложечек вот так бросаем в отверстие раз вместе мне кажется вот такой вот чистки достаточно и то же самое с вами и сюда ложечки три в отверстие бросаем засыпаю даже почистится все вот так и будем заливать час кипяток я ла ковшик с кипятком выливаем вот смотрите идет реакция там тоже все пенится бурлит но оставляем где-то минут на 20-30 пусть постоит взяла кастрюльку уже немножко вылила потому что одной рукой неудобно полный кипяток вот так это в трубах сейчас тоже будет идти реакция и никаких неприятных запахов уже если вдруг они у вас есть не будет почиститься все сливы от всякой слизи от всякой бяки великолепно тоже оставляю на полчасика потом можно сильной струей теплой воды промыть а еще девчонки меня вот такой поддон от сушилки для посуды на котором вот этот водный налет и просто так его уже не ототрешь поэтому мы тоже сейчас это все дело будем замачивать ходила насобирала все что можно и нельзя сейчас еще конечно похожу может что-нибудь найду просто когда в доме есть такое средство то уже тяжело найти что-то с пятнами или то что нужно от налета там почистить и так далее прям вот задача если ну летом сейчас будет больше пятен вы сами тестировать и на траве и так далее а пока все чистое понимаете потому что вот ну потому что все чистое все-таки нашла у нас вот такие пивные кружки которые к сожалению такие ребристые лучше бы взять вот просто гладкие честно не безумно тяжелый их тяжело мыть вот в этих вот гранях видите здесь какой налет вот именно вот эти гранях их тяжело мать и 2 институт сверху все чисто потому что здесь мыть удобно а вот эти грани внизу они вот такой вот налет на себя собирают поэтому тоже будем замачивать как в тазе воды будет много я сюда насыплю ложечек 6 теперь выливаем воду поаккуратнее с мелкими емкостями лучше берите побольше потому что мне уже так бывало не раз если нальете много воды пойдет через пять минут выливать водички прям чуть-чуть сюда идет активная реакция шипение и мы с вами начинаем сразу же погружать вещи пока она еще идет вот так все замачиваем здесь воды намного не нужно и реакция у нас все складываем вот это я буду дело переворачивать потому что он не влезает крышку тарелку бутылочки погружаем крышечки и вот эту штучку тоже буду переворачивать хотя она почти полностью на самом лету так бутылочка 1 погрузилась тоже почти кружки тут в принципе только дно их можно не погружать сильно и вот о поставила смотрите как идет реакция то есть пена она прям увеличивается на глазах мы ее немножечко от края уберем реакция идет именно в этот момент у нас с вами выводится пластиком со столовыми приборами с такими вот вещами работать очень быстро почему потому что практически сразу все отъедает вот практически сразу тоже повертеть нужно вот так у нас с вами погрузилась часть от микроволновки прямо на дно здесь буквально 15 минут и уже будем доставать пока почистим микроволновку буду делать я буду брать губку в перчатке почему не потому что боюсь руки повредить средства не повреждают руки а потому что горячая и я прям вот с этой тарелочки как раз лишнюю пенку вот так сниму ее уже здесь много и мы с вами перемещаемся в микроволку новичку и вот так вот пенкой очень легко будет очистить все даже не придется я бы сказал очистить потому что как раз вот идет реакция видите все вся грязь отходит моментально вот таким образом я сейчас обработаю всю микроволновку вот его микроволновку дверцу это у меня ржавчина я уже никуда не денешь как бы до обработала все сейчас просто промои будет чистота красота дверь тоже таким образом можно столешницы всякие тоже протирать то есть немножечко насыпали в какую-нибудь емкость средства и когда идет реакция берете пенку и протираете фасады на кухне да все что угодно и все чистота красота что самое главное это все жарочно на никаких посторонних запах то есть если вы размораживали рыбу допустим микроволновки все посторонние запахи они исчезают я хочу поднос достать потому что в принципе прошло уже 10 минут я думаю что все отъела как бы не да все отлично сейчас мы с вами вопрос споласкиваем и все основа вот такая красота просто идеально ничего тереть не нужно сполоснули все чисто замечательно можно в принципе все уже доставать все остальное потому что потому что все это дело давайте кружки посмотрим вот это только и только что перевернула а так здесь вот этот налет и прям кусками он сходит так давайте кружки вот эти куски плавают посмотрю ой красота то какая смотрите ну вообще вот просто сполоснуть до горячей малыш горячей мама тут очередные эксперименты вот прекрасный не тоже кружечку горячая да так что я все кроме вот эту штуку сейчас буду извлекать потому что давайте тарелку еще посмотрим до горячая горячей крышечки так тарелка вот эту мне интересно потому что там был же скачь о тоже смотрите все прекрасно все отлично все достаю вот все блестит переливается все чисто супер крышка все тарелка идеальная классно просто отлично кружки как новые вообще хрусталь и у меня знаете еще какая задумка вот как раз вот это жаровня например назвать кукмаровскую который кипятила воду вот видите вот здесь немножко уже начинает образовываться такая вот бяка а я ее очень люблю я хочу чтобы она подольше послужила мы ее сейчас тоже в раствор окунем к один поднос остался стоит там налет какой-то прям такой нефти и я прям просто дно тут как раз только дно и погружается вот так я ее целиком нибудь она вот так пусть поплавает у меня дном прошло 20 или уже 30 минут и здесь смотрите вот стоит вот это вот пена у нас все поэтому от налет еще там почистится и можно уже смывать красота красота чистота и опять же никаких посторонних запахов сам открываем прям сильный напор воды тепленькой и спускаем в течение пары минуточек очень-очень быстро нашу замочку я уже вижу что вот они носочки стали заметно светлещат на обычную стирку кинем и меня интересует пятно на футболке так те у нас здесь спинка так это спинка вот у нас с вами перед видно нет все отлично совсем нет замечательно теперь кидаем на обычную стирку и всю или даже просто споласкиваем смотрим кастрюлю чуть-чуть постояла вот эти пятнышки сейчас мы их попробуем с вами отчистить и вот этот поддон я думаю сейчас просто с губкой сполоснуть и вот это все сразу сойдет вот и все мои хорошие смотрите красота я думала придется чистить а просто прошлась губочкой вот это все дело ушло но такую поверхность уже не собираюсь повреждать поэтому вообще замечательно супер надо следующий раз еще в момент реакции и погрузить потому что здесь вот по бокам привод где-то я кое-где чуть-чуть чего-то было замечательно так вот она она вон поддон тоже все отлично вот тут пожелтение уже от времени это окрасилась чем-то весь налет ушел все прекрасно тоже просто протерла с губкой никаких усилий сегодня экспериментов хватит купить очиститель бренд фри можно на вайлбере ссылочку как всегда оставлю в описании дешевле гораздо брать оптом поэтому у меня в этот раз два килограмма до поэтому переходите смотрите знакомьтесь пусть ваш дом сияет чистотой еще одна покупочка зон я тоже вскрыла проверила хотят это проверять ничего мало ли по 30 все таки это такая емкость для соусов я нашла на просторах интернета очень интересный лайфхак с помощью вот таких бутылочек можно делать интересные фигурные блинчики например мишки цветочки то есть мы наводим тесто заливаем сюда в бутылочку и на сковороду выливаем то есть можно делать контур еще что-то на общем интересно достаточно интересно ладушки такие фигурные деткам же интересно они любят всякое такое вот это просто вот такая емкость 100 с небольшим рублей для соусов кстати для эстетики допустим чтобы дом в холодильнике красиво хранить можно тоже переливать я посмотрю насколько будет удобно и пользоваться кетчуп майонез сюда в бутылочки перелил не знаю насколько это хорошо каш пластики хранить ну пакеты тоже там не экологичные я думаю вот такая бутылочка 360 миллилитров диспенсер для соусов здесь дырочка кстати нет никакого колпачка совсем то есть она не закрывается на всегда будет открытая необычный пластиковый друг я нету клопачка да почему-то странно клопачок то по-хорошему должен быть кстати еще и мерная шкала есть слушать это тоже очень удобно покупочка выберет это маска тонирующая так пришла немножко пролилась я первый раз пробую этот бренд ну хотя бы все будет упакована покажу так это у нас что это у нас вот что это колос 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 сейчас откроем как раз буду делать потому что крышка вообще не герметичная вот так называется вот так вот да и испачкала конечно скажи зараза такие как она выглядит достаточно густая такая практически не перекатывается она синяя то есть синий пигмент не сиреневый попробуем сейчас попробуем это у меня все масочки тонирующие средства закончились ну что вы знаете неплохо тонировала я держала ее почти полчаса на волосах могу сказать что желтизну скрадывает действительно скрадывает желтизну и нет вот это вот зелени на волосах как бывает после некоторых тонировочных средств поэтому довольно неплохо но на этом влог буду заканчивать все полезные ссылочки артикулы на дзене ссылка на чиститель бренд фри всегда под видео в описании всех люблю целую всем пока пока